Еще маленькие, но уже зубастые. Пятитысячная стая щурят прибыла на Пыскарский берег Камы, чтобы осваивать новое место жительства. И дождь для такого начинания совсем не помеха, а даже хорошая примета, считают организаторы экологического мероприятия. Ну думаю, что для рыбы это как раз благоприятная погода, что не жарко. Ехала все-таки очень далеко, 300 километров отсюда заводчик. Конечно, нам радостно, не только как работникам предприятия. Во-первых, мы живем в этом городе. В первую очередь, нам как людям, как жителям этого города, приятно, что такие события у нас происходят. Мальки-щуки были доставлены в пригородную акваторию Березняков по заказу Усольского калийного комбината компании Еврохим. Бережно и аккуратно. Ну вы же видели, мы когда выпустили, ни одна рыбка не всплыла, то есть вся уплыла, значит вся где-то плавает. Согласно законодательству, промышленные предприятия обязаны компенсировать неизбежный ущерб, наносимый водным биоресурсом в результате своей деятельности. В приоритете рыба промысловая, такая как щука, стерлядь и судак. Вся процедура проходит под контролем государственной комиссии. Соответственно, у нас года через 3-4 данная рыба превратится в промысловую рыбу, на которую можно будет вылавливать и спокойно принимать пищу. Вот, соответственно, вот то, что мы и делаем. Благое дело. Таким благим делом усольские калищики занимаются регулярно. Так, начиная с 2013 года, в Прикамские воды было выпущено более 200 тысяч особей рыбной молоди. Цена вопроса почти 6,5 миллионов рублей. И это не единственное экологическое направление предприятия. К примеру, усольский калийный комбинат активно занимается восстановлением Патринского бора, уничтоженного ураганом в 2015 году. Это очень социально ответственное предприятие. У Еврахима очень большой вклад в проведение вот этих вот мероприятий. Показывает действительно весомую поддержку развития нашего лесничества, нашего леса. Поддержка экологии в нашем регионе от компании Еврахим подтверждается конкретными фактами. Один из примеров – состояние водных биоресурсов Воткинского водохранилища, в пополнении которых участвовали усольские калищики. Например, у нас по Воткинскому водохранилищу в этом году мы краснокнижную стереть уже исключили из красной книги. То есть популяция дошла до такой численности, что ее можно исключать. И останавливаться на этом промышленники не намерены. С метастроительство любого объекта предприятия включает в себя расходы на поддержание экологического баланса. Ведь ответственный бизнес – это бизнес, основанный на заботе о будущих поколениях. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.